Всем привет! В этом видео я вам хочу показать и рассказать про свои покупки косметики в октябре месяце. В этом видео я решила собрать все уходовые средства, которые я покупала. Это уход за волосами ваш любимый. Сколько бы лет не прошло уход за волосами, это первая тема на моем канале. Дальше я вам покажу уход за лицом и уход за телом. Поэтому, кому интересно, я вас приглашаю к просмотру. Оставайтесь со мной! Конечно же, конечно же, уход за волосами. Начну я со своего бывшего любимчика. Я так назову этот шампунь. Я много лет к нему возвращалась, я много лет его советовала. И купив на этот раз, я поняла, что он уже не такой. Либо мои волосы так сильно изменились, но я думаю, что это не так. Либо все же что-то в его составе изменилось, что-то в его производстве изменилось. Потому что сейчас мои волосы уже с ним себя не чувствуют так хорошо, как раньше. Этот шампунь, да, я не сказала, это нейтральный шампунь от Натура Сиберика. Многие уже девчонки пробовали его по моим советам. И мне интересно ваше мнение узнать на данный момент. Потому что вот купив его в очередной раз, я расстроилась. Он стал абсолютно обычным шампунем. Он, я не могу сказать, что какой-то шампунь делает прям что-то вау-эффект на волосах. Но тут вот прям совсем какое-то разочарование. Раньше, после этого шампуня, мои волосы были рассыпчатыми, послушными. Они не пачкались на протяжении нескольких дней. А тут на второй день я уже замечаю, что волосы не такие свежие. Несмотря на то, что у меня волосы не жирные, да, у меня волосы комбинированные, нормальные, да, естественно, зимой они более сухие, летом они более жирные у корней. Я начала читать и состав, и вроде бы все то же самое, и аромат, и его консистенция, насколько я помню, да. Но, к сожалению, вот того вау-эффекта, который раньше был на моих волосах, уже нет. Поэтому я сейчас в поиске новых средств, новых классных средств, которые я бы могла вам рекомендовать, как я это делала раньше. И сейчас мое внимание так себе привлекла марка Эколаб, шампунь, укрепляющий для объема и роста волос. Я очень люблю именно шампуни для объема, именно вот такие бессиликоновые, которые обычно работают очень хорошо на моих волосах. И вот этот шампунь, кстати, не стал исключением. Вот этим я сейчас гораздо большим удовольствием пользуюсь, чем вот предыдущим. Сегодня я тоже мыла волосы при помощи этого шампуня. Здесь у нас масло макадамии, экстракт гомомелиса, масло ши, без СЛС и парабенов. Очень хорошие, свежие, приятные и натуральные, самое главное, ароматы. Я уже больше половины использовала. Вот на данный момент мои ручки тянутся на полочку именно за вот этим вот шампунем. Хороший придает объем, волосы разглаженные, волосы чистые на протяжении нескольких дней, ну как это у меня обычно бывает. То есть я раз в три дня мою волосы. Могу его рекомендовать и действительно очень мне понравился. Не знаю, как насчет стимулирования роста волос, но вот то, что он волосы очищает и придает объем, это факт. Маска, за которой я гонялась просто, я не знаю, ну если не год, то полгода точно. Маска для волос, питания, увлажнений. Это маска по отзыву многих блогеров, самая лучшая из этой серии, вот как раз ее я нигде не могла найти. Именно увлажнение, питание. Она вот такая плотная, да, я переворачиваю, ничего с нее не течет. Опять же, очень приятный натуральный аромат какой-то травы, не знаю, чего-то такого кисло-сладенького. Эта маска замечательно разглаживает волосы, она замечательно их увлажняет и питает в то же время. То есть все заявленные функции учтены здесь и на моих волосах она работает прекрасно. Я согласна с мнением девчонок, которые говорили, что действительно маска абсолютно достойная и может конкурировать с более дорогими брендами. Стоит она у нас именно в Кишиневе 100 лей, но ее очень-очень трудно найти. И поверьте, если вы ее у нас в Кишиневе найдете, то вы просто счастливчик. Вот. Очень могу рекомендовать эту маску. Сейчас мою любимую маску Платыш я почему-то нигде не могу найти. Везде есть с другими, да, моя любимая синяя крышечка увлажняющая. Все остальные есть, кроме этой маски. Ну, понятное дело. Ну что, дальше перейдем к ходу за лицом. И хочу с вами поделиться своим открытием, находкой вот таким набором минеральных масок от Виши. Вот, знаете, они создали идеальный набор масок. Вот, что было в моих пожеланиях, да, к многим производителям, между прочим, потому что обычно делают маски по 100 миллилитров, год проходит, а ты ее еще не использовал, потому что ты пользуешься и другими, как бы, масками. Эти маски все по 15 миллилитров. Они, на первый взгляд, когда я открыла, думаю, наверное, даже на несколько раз не хватит. Но я уже несколько раз использовала, и смотрите, практически не видно. Я сейчас держу в руках увлажняющую маску. Все они, да, минеральные идут. И все эти маски надо держать 5-10 минут максимум. Вот это успокаивающее и увлажняющее. Точное ее описание. У меня как-то было раздражение такое небольшое на лице. И вот я нанесла эту маску, когда ее смыла, просто как рукой все сняла. Очень понравилось, очень приятно. И ароматы, кстати, замечательные в этих масках. Следующая маска, это, конечно же, классика жанра, очищающая с глиной. Тоже такая же приятная, милая упаковочка. Посмотрите, это прелесть просто. Значит, нанесла ее на 5-10 минут, хорошо очищает поры. Поры прям вот заметно светлее становятся с этой маской. Тоже абсолютный фаворит. Сейчас для меня очень часто я их использую. И этот набор полностью заменяет, вы знаете, потребности кожи. То есть иногда вам надо увлажнение, иногда вам надо питание, а под рукой ничего нет. Вот это, ну, в общем, набор удовлетворил все мои пожелания касаемо масок для лица. И третье, моя самая любимая. Вот с прошлого года, когда мне прислали маску, тоже для сияния, маску пилинг от The Body Shop, вот тогда я поняла, что это одни из самых лучших масок, которые в себе объединяют свойства, как очищения, так увлажнения, так и придает настолько бархатистый, ровный оттенок кожи. И в этот год для меня эти маски просто стали незаменимыми, потому что именно они дают вот такое свечение здоровая кожа. Они, ну, вот настолько выравнивают кожу. Вот эта маска тоже такая, а необычно розового, какого-то розово-красного цвета. Это тоже маска гелевая, как и успокаивающая. Вот после этой маски даже не хочется наносить тональный крем. Серьезно, очень хорошая маска. В общем-то, оценка 5 с огромным плюсом для этого набора. Дальше я вас познакомлю с израильским брендом косметики под названием Leorex. Меня периодически с этого сайта, я напишу название здесь, радуют новинками их косметики, какими-то бестселлерами, либо что-то новое у них появляется. И на этот раз я себе выбрала средство для умывания, которое содержит запатентованную микроструктуру Leorex, обеспечивающую самый тесный контакт с кожей по сравнению с другими препаратами для ухода кожи. Вот я могу просто днем и ночью петь, отдая вот этому средству. Оно небольшое, здесь всего-навсего 100 мл. И на данный момент я могу вам с полной уверенностью заявить, что именно вот это средство сделало кожу мою более чистой, поры более разглаженные. Мне нравится то, как оно очищает, оно не очищает до скрипа. Но настолько вот кожа себя чувствует увлажненной, да, при этом очищенной. Обычно какие-то очищающие для жирной кожи средства, они оставляют такой эффект стянутости, хочется побыстрее нанести какой-нибудь крем увлажняющий. Здесь же нет, и просто иногда забываю перед тональным кремом наносить какой-то увлажняющий крем после вот этого, и потом тоник, и все. Летом, мне кажется, это вообще незаменимое средство, но я вот начала с сентября, хотя у нас было достаточно жарко, и у меня было время проверить это все. После многих средств у меня такая проблема, хотя я не считаю как бы огромной проблемой, да, но все-таки после многих очищающих вот таких средств умывалочек остается все равно тональный крем, либо, ну, какие-то загрязнения, и это видно, как только ты протерешь кожу тоником, поэтому тонизирование – это обязательный этап ухода за лицом. Так вот, после этого средства не остается ни капли тонального крема. Стойко ватный диск чистый, когда я протираю тоником, поэтому однозначно могу рекомендовать, но здесь огромный минус есть поначалу, потому что ты еще не привык этому запаху, оно просто для меня пахло отвратительно, я не могу подобрать другое слово, насколько мне понравилось вот это средство, настолько мне не нравится его аромат. Сейчас я его уже так остро не ощущаю, потому что просто я привыкла. Второе средство, которое я себе заказала – это крем-гель для кожи вокруг глаз, для ежедневного применения. Я его использую именно вечером, потому что он больше идет с таким лифтинг-эффектом, хорошо увлажняет, хорошо питает кожу. Все-таки под тональный крем, под консилер, я сейчас выбираю более такой легкий, да, не в плане текстуры, а в плане ухода крем, но это тоже я часто использую, когда вижу, что я не выспалась, какой-то у меня уставший взгляд, вот тогда я использую этот крем, очень хорошо освежает, особенно если поставить его в холодильник, так вообще чувство свежести вам с утра обеспечено. И также две маски, на которых мне хотелось бы остановиться в этом видео, это новая серия от Фаберлих, в принципе, они практически каждый год или каждые два года делают эту серию вроде как новой, делают ребрендинг, делают, ну на этот раз, мне кажется, у них самый удачный вариант упаковки, прям такой вот стильный, красивый, мне нравится, в общем-то. Понравилась мне как очищающая маска для лица, также мне понравилась вот такая питательная маска для лица. Снова же один огромный минус в этих масках, во всех у них приблизительно один и тот же аромат, и этот аромат мне тоже не сильно нравится. Ну, как видите, у меня на ароматах очень много построено, да, мне нравится, когда приятно пахнет от средства, не только оно эффективное. Но вот насчет эффективности я не могу вам пожаловаться точно, потому что это хорошо, особенно для своей цены, она идеально очищает кожу, не лучше, чем обычная зеленая глина, но у меня просто часто некогда приготовить, да, ту же самую, просто налить водички в зеленую глину. Мне легче взять вот такую маску с коалином и намазать на себя, там прошло 15 минут с мыла и все. Вот эту питательную маску я один раз оставила прям на целую ночь, потому что здесь написано, ну, как бы не проблема, да, можно оставить, но она очень жирная, и такое с утра было неприятное какое-то ощущение. Все-таки лучше всего, да, наносить где-то минут на 15, 20, 25, вот тогда она хорошо увлажняет, и знаете, эффекта, то, что я нанесла на целую ночь, лучше я не заметила. Как бы я нанесла на 20 минут, так и на целую ночь, одно и то же. Ну, и последние два средства по уходу за телом не могла вам не рассказать про вот этот обалденный гель для душа. Это настолько всплеск позитива, бодрости, энергии, да, особенно если принимать душ утром, да даже вечером, даже вечером настолько себя хорошо чувствуешь. После этого гель для душа я манго обожаю во всех его проявлениях. Я люблю его в косметике, я люблю очень, само манго есть, мне очень нравится, у меня есть даже туалетная водичка с манго, в общем, всякие кремики для рук, это вот я вижу манго, все, это мое просто. Вот этот вот порадовал гель для душа, он ни капли не сушит, он такой крем-гель для душа. Здесь аромат очень насыщенный, очень приятный, очень натуральный, и действительно могу всем советовать, кто так же любит манго, как и я. Ну, и последнее, о чем я вам расскажу в этом видео, будет вот такое средство, которое и для моей малышки подходит, и для меня, когда мне не хочется никаких абсолютно ароматов. Это серия Липикар, гель, который подходит от 0+, да, для деток, совсем для крох, и для чувствительной кожи, для раздраженной кожи, для тех, у кого часто аллергии на косметику бывают. Вот я использую чаще, конечно, для своей малышки, кожа настолько нежная, не требующая никаких дополнительных кремов, потому что я стараюсь не переусердствовать на ее нежную, такую очень мягкую, очень ровную кожу, поэтому я стараюсь вкладывать, это не дешевое средство, тем более, если считать, что это гель для душа, но оно настолько вот хорошее, приятное, и после него не требуется никаких дополнительных кремиков, оно прям вот такое нежное, нежное, прям как кожа младенца. Очень нравится аромат этого средства, вот знаете, остается на коже такой какой-то воздушной дымкой, таким облачком, но вот пахнет чем-то детским, чем-то нежным, чем-то приятным. В общем, очень понравилось, у нас и крем мы покупали по совету педиатра в свое время, крем, который снимает абсолютно все раздражения, в общем, серия у Лерош Позе вот эта вот замечательная. Вот такие у меня оказались приятные впечатления от косметики. В этом месяце, месяце октября, все было очень приятными находками, делитесь и вы своими находками, и не забудьте поддержать это видео пальчиком вверх, лайком своим, мне будет очень приятно. Увидимся в новых видео, пока! Субтитры сделал DimaTorzok